Отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны указом президента Российской Федерации Владимира Путина, учреждена медаль 70 лет победы в Великой Отечественной войне. Война принесла много горя. Практически каждая семья в нашем городе потеряла в ней кого-то из близких. И несмотря на то, что с тех пор минуло много лет, боль не затихает до сих пор. А героический подвиг наших ветеранов не знает цены. Тему продолжат Сина Копачевская и Александр Косицын. Сегодня большинство из ветеранов давно за 80. Порой подводит слух и зрение, координация уже не та. Многие передвигаются с помощью инвалидного кресла. Поэтому тем, кто не может принять участие в торжественных приёмах, медали вручают прямо на дому. Засвидетельствовать своё уважение к подвигу наших земляков приезжают первые лица администрации. Глава города Александр Коновалов, председатель городского совета Андрей Ракуленко, главы северного и южного округов, депутаты. Торжественные мероприятия для ветеранов уже прошли в школе номер 3, 16, 18, 17 в кинотеатре Кубань. Вручая медали, глава города Александр Коновалов отмечает, что память и судьба каждого из ветеранов неразрывно связана с тем жизненным подвигом, которому причастен каждый из них и имя которому – Великая Победа. Весь ваш труд, каторжный, тяжёлый, голодный, он вносил капельку, маленькую частичку в ту великую победу, которую вы совершили. Громаднейшее вам спасибо, низкий поклон. Вы, ваш труд, ваш подвиг позволил нам, вашим поколениям, вашим и родителям нашим, и детям, и внукам жить в прекрасной, хорошей стране. В стране, в которой мирное небо, прекрасное в жителе, только благодаря вам мы сегодня пользуемся тем, что мы имеем. Низкий поклон, ещё раз вам спасибо большое, с праздником. Нашим заслуженным людям, которые отдали часть своей жизни своей доблестью, трудом и самоотвержденностью, они доказали, что мы сегодня можем жить под этим мирным небом. Мы хотим пожелать здоровья, хорошего настроения, чтобы дети заботились побольше о вас. Велению совести люди военного времени насмерть стояли за каждую пять родной земли. И мы, современники, обязаны чтить и помнить правду об этой великой победе, помогать и поддерживать наших героев-победителей. Именно у них мы учимся любить Родину и относиться к жизни, к своему делу, к людям, так, как по сей день относится к ней каждый из них, искренне, ответственно и честно. Тина Копачевская, Александр Косицын, Игорь Иванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События».